Сегодня Мы приехали на охоту Стоит замечательная осенняя погода В этом году охота хорошая Просто шикарная охота Полный перечень птиц, которые добыты Как-нибудь расскажу Но вот на сейчасшний момент уже взято 52 вальшнепа Это то, что я помню Кетеревов не стрелял специально Но 12 штук Это между делом 14 уток 18 бекасов 23 дупеля 61 коростель Почти все помню Один гаршнеп Ну, в общем, не суть Самое главное Самое интересное Это вальшнеп Вот И Пользуюсь случаем Значит Наш один подписчик Высказал пожелание Чтобы я Как бы Рассказал про наполнение своего Ягдаша Ну, значит Сразу вам могу сказать Что Особая Ягдаша Это охотничья сумка Для тех, кто То есть Вот она Да, внешняя В перышках Кожная Кто-то дичь вешать Кто-то совсем Не охотник Поясняю Вот Сумка вешается На пояс Она кожная Прочная Хорошая Кстати Из Кожзама Ягдаши Не берите То есть Они будут Ушатываться Буквально Я не знаю Там За неделю Если будете охотиться Ягдаш должен быть кожаный Натуральную кожу Не заменишь И тем уже Сколько лет А он Кожа есть кожа Вот И наполнение Игдаша Ну У меня Она очень Незатейливая Если я иду Куда-то далеко Я туда Как раз сюда Небольшой термосик Убирается Вот И Какой-нибудь Бутерброд Но это Если я планирую Переход Километров 30 15 В одну сторону 15 В другую А если я Вот Собрался Погулять Около машины Пить я с собой Не беру Потому что я очень долго Практически Даже в жару Могу находиться Без воды Вот И термос Я беру так Ну Не знаю Чтобы Чтобы сухомятку Не Не жевать Просто С чайком А так Вот На коротке Это выглядит Вот следующим образом Значит Здесь у меня Что Здесь у меня Пристегнут Поводок Собачий Это вот Очередной Новый Просто Он у меня Даже Вот И я его Использую Просто Тупо Как сумку Под патроны То есть Стрельбы Сейчас Повальщина Помного Поэтому Здесь у меня Рассыпью Высыплено Полторы пачки Патронов А здесь Вот Где они Должны быть Это патроны Немножко Другие С другим Номером Дроби Вот Ну Мне это нравится Лучше чем Патронтаж Лучше вот так Рассыпью Ничего страшного В этом нет Потому что Патронтаж Которыми Повязываешься Начинаешь Потеть Таскать Дополнительно Еще Патронтаж На себя Навешиваются Ну блин Как Как Ёлка Новогодней Будешь А вот Этих Патронов Просто Не хватит Ну Вальшнеп Это такая Птица Я вам скажу Что Снайперы Вот Слово Снайпер Пошло От Английского Снайп То есть Бекас Я считаю Что они Погорячились Бекаса Стрелять По большому счету Не сложно А вот Вальшнеп Это настоящий Мастер Маскировки Это Я даже Скажу Он умный Мне даже Так кажется И он Настолько Хорошо Прячется Что По нему Бывает Можно Расстрелять Весь Магазин Но Про Вальшнеп Будет Отдельный Фильм Я расскажу Где и как Его искать А я сейчас Именно Про Ягдаш Вот То есть Патронов Запас Ростук Стук 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 Здесь Какие Здесь На всякий Случай Можно Пулевые Патроны Или Картечь Если Вдруг Зверь Попадется Вот Сюда Вешаешь Вот Вот Как бы Все Нехитрое Лекарств Я никаких С собой Не беру Не знаю Насколько Это правильно Неправильно Ну и Самое Главное Вот здесь Вот у меня Вот в этом Отсеке Вот Хранится Нож Грибник Ручной Ковки 9ХС Я Им Ничего Не делаю Он Там Лежит На Случай Если Попадется Что Нибудь Крупное Сейчас Попался Кабанчик Я его Стрельнул И Чтобы Мне Не Использовать Нож Хотя Вот У меня Нож Который Постоянно Сейчас Со Мной Это Это Мой Авторский Да Но Им Я режу Все То есть Что-то Пользуюсь То Этот Нож Наточен Как Бритва Только Он Ждет Своего Часа Для Съемки Шкуры Потому Что Лучше Чем Кованым 9ХС По Шкуре Не Работает Ни Одна Сталь Поэтому Назначение Такого Ножа Лучше Его Хранить Вот Здесь И Чтобы Он Ждал Своего Часа Я Не Использую Для Потрошения Утку Вообще Ни Для чего Он Ждет Того Время Когда Например Будет Добыта Косуля Кабан Лось Че Попадется Он Нужен Именно Как Рабочий Инструмент То Все Это Заперто И Вот Такая Вот Нехитрая Сумка И Такое Вот Наполнение Это Опять же По Заказу Нашего Скажем Так Подписчика Я Уже Говорил Что Игдаш Если Вы Стреляете С правой Руки Лучше Вешать На Эту Сторму Чем На Эту Потому Что Любое Когда Стреляетесь Сюда Лишнего Ничего Не Должно Быть Ну И Что Хочу Сказать Я Всегда Говорю Минимум У охотника Два Ножа Должно Быть Вот У меня Нож Среднего Размера То Есть Я Могу Воспользоваться Много В какой Ситуации И Что То Порубить Да Вообще Вот Он Нож Это Таежный Нож Постоянно Который Постоянно Со мной С Жесткой Фиксацией Если вы Узнали Это Алтайский М Из Милого Композита Это Нож Который Ну Ну Все Видите Весь Затертый Зашарпанный И Новенький Прямо Прямо Завода Ножичек Который Постоянно Лежит Ждет Своего Часа Вот Так Должен В плане Ножей Должен Быть Экупирован Охотник Как-то Давно Мне писали Что Охотник Там Какой-то Дядя Вася У него Есть Один Нож И он С ним В тайгу И на Целый Там Сезон На Промысел Идет С одним Ножом Вранье Если он Не дурак Не алкоголик Если он вообще Охотник Он возьмет С собой В тайгу По крайней мере В зимовье Минимум Три ножа Минимум Потому что Нож может сломаться А если его Забрасывали На вертолете Не приведи Господи То это все Не зверя Ободрать Не починить Ну Я не знаю Там Что-то еще Можно бы идти С топором Но топором Не будешь Соболей Обдирать Куницы Не будешь Обдирать То есть Это потерянное Время И упущенный Заработок На Промысле Поэтому Мужики Хуйню Градить Не надо Что охотник Профессионал Обходится Одним ножом Не в теме Не надо Я понимаю Что 80% Про это Говорит Охотить На диване И это Там Пивасик Телеканал Охоты Рыбалка Вот В носу Ковыряясь Размышляет Там Как должен Выглядеть Охотник И что у него Должно быть С собой Находясь В это время На 10 этаже В центре Москвы Но В реальной жизни Это не так Минимум Два ножа У охотника Должно быть Минимум Да и у туриста Так же Кто например Там У сплавщиков Кто серьезно Занимается Туризмом Ну никак Ни один нож В общем Ладно Мне Идти надо Всего доброго До свидания Субтитры 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 Продолжение следует...